Так, уникальные свойства бетона. Всего лишь одна минеральная добавка, совсем недорогая. И свойства цемента меняются. Он становится легче воды. Вот если, это я выливал через эту формочку трубки, я уже показывал. Цемент становится пористым и приобретает множество полезных свойств. Как видим, он легче воды. Эти свойства дают возможность использовать для пропитки всякими химикатами, клеями и так далее. Так как он очень хорошо впитывает влагу и так далее. Вот для изготовления солнечного коллектора, нагревателя, я использую тоже этот материал. Вот я взял форму, чугунный казанок. И с этого сделаю сегмент обогревателя. Здесь будет застекление. Он на пленочке, я сниму его. Здесь я делаю отверстие, пропитаю нужными химикатами. И он приобретет нужные свойства. Таким образом можно делать любые трубки. Ну, что угодно. Интересно то, что, как и любой цемент, когда он сырой, то мы обнаружим напряжение. Вот чугунный казанок. Пол вольта. Какое-то напряжение есть. Для его изготовления удобно было применять вот так вот. Лучше, конечно, форму заливать. Ну, что самое интересное. Если взять уголёк, древесный уголь. Другой из них. Теперь померить напряжение. То оно резко возрастает. 2,5 вольта. Напряжение около 1 вольта. 1,75. Даже больше. В зависимости от уголька. Один уголёк выдаёт больше, другой меньше. Это свойство использую для изготовления батареек. Таким образом, если взять на плитку, нанести этот материал, сделать каналы, сюда проложить медную проволоку, и в эти каналы заполните тонким слоем графита, или древес, или угля, отобранного, и обшить фасад этой плиткой, то у нас будет возможность напряжения. Будет какое-то напряжение вырабатываться. И, так сказать, можно освещать светодиоды светодиодным освещением, фасад и так далее. Этот материал легко обрабатывает. Плотность материала легко регулируется. Если добавить больше цемента, то, естественно, он будет прочнее. Но уменьшится и упорь. Вот, к примеру, хорошо распиливается. Попадаются плотные частички. Ну, это всё зависит от того, какой материал, как я просеивал его, и так далее. Как видите, он пиляется, обрабатывается. Можно задавать любую форму. Кроме всего прочего, этот материал обладает довольно высокими свойствами, жаропрочный. Вот я зажжёг газ. Как видите, он не накапливает тепла. Кроме этого, не разрушается даже после нагрева. После сильного нагрева я его могу поместить в воду. Его не разрушится. Можно высушить. То есть, это его не разрушает. Разрушит его, конечно, мороз. Если он пропитается и замёрзнет, произойдёт разрушение. Таким образом, можно использовать для различных, скажем, как одноразовые стаканчики для гидропоники. Мы можем, можно, я тоже собираюсь изготовить или выращивать растения. Как одноразовые стаканчики, потом это материал абсолютно экологически чистый. Всё остаётся затем в почве, перерабатывается, удерживает влагу. В общем-то, можно и кислотность отрегулировать при желании. Сделать её нейтрально и можно. То есть, он хорошо впитывает влагу. даже слышно звук. Я надеюсь, слышно. Таким образом, этот материал очень хорошо подходит для гидропоники. Если в таких цилиндрах будут выращиваться растения, кроме того, что этот материал очень дешёвый, в общем, даже разрушив его на гранулы, его можно использовать тоже как материал пористый для заполнения тех же ёмкостей. Ёмкости, где будут расти растения. Видимо, он потихоньку впитывает влагу вверх. Таким образом, легко выращивать, организовать выращивание на гидропонике либо другим способом растения. Защищать их от вредители, если это, допустим, не такой толстый слой будет, а тоненький, так как он и довольно прочный и небольшой слой. Если вас интересует этот материал, такие его свойства заинтересовали, обращайтесь, я выдам информацию, как это, какая добавка, в таких пропорциях и как легко достичь этих свойств готовое изделие, которое вы делаете.